Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по источникам книги Рава Шерке Брэдшелло, то есть законов НМО. Еще раз, мы не разбираем подробности законов. Это тоже было бы очень интересно. На этом занималась Рафион, я думаю, у него целый курс про это есть. А мы смотрим на источники, откуда Раф Шерке взял принципы и законы, которые в книге приводятся. Собственно, ничего не изобретал, ничего не придумывал, а основывался на комментариях, которые мудрецы Талмуда и после Талмуда приводили. Поэтому для нас, например, очень интересно, откуда традиция эта идет и как она складывается. И вторую главу Раф Шерк начинает воля Творца открывать людям через канал пророчества. Это как бы тоже, в некотором смысле, еще не прямой, мы не перешли к прямым практическим законам, но нам важно знать, откуда вообще законы эти взялись. И основа, действительно, всех законов — это пророчество. И начинают ссылки, которые Раф Шерке дают. Во-первых, это на наш стих из Берешит, в котором сказано «Изаповедовал Господь, Бог-человек сказал, от всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть умрет». То есть из этого по традиции выводятся все «Семь законов», как мы видели вначале. Но эта традиция, Тара, она получена пророками от Всевышнего, поэтому все эти «Семь законов» их источник от Всевышнего через пророчество. Так, я думаю, надо понимать. Еще важно, что сотворив человека Всевышний, сразу же начал с ним разговаривать, объяснять ему, где он находится, что здесь делать. И важно, что вот этот диалог начинается сразу и потом продолжается через пророчество. То, что воля Творца, он сообщает человеку свою волю. Это первое пророчество, которое есть в Таре. Первый разговор Всевышнего, первая заповедь, скажем, которую Всевышний дает человеку, волеизъявление. То есть до этого мы тоже слышали, что голос, не знаю, слышал ли его Адам, нехорошо человеку быть одному. Сказал ли он человеку? Или он сказал мирозданию? Но тут непосредственно заповедь, диалог Всевышнего с человеком, мне кажется, довольно… Это не случайно, что, во-первых, это первый диалог, во-вторых, именно из него выводятся основные заповеди, которые заповеданы на Иноах. Это как бы символично. Следующая ссылка у нас… Мишны Тор и закон основной второй про пророчество, да? Я скачала… Я беру перевод, если он есть в сети. Может быть, Андрей, у вас есть лучший перевод, чем тот, который здесь? По-моему, я не всегда самый лучший выбираю, а какой мне попадается. Нет, этого там у меня нет, нет. Ну, так я ничего здесь не исправляла, как было в переводе изначально, так и оставила. Ну, давайте прочтем, да. Одна из основ веры – знать, что Всевышний всесильный наделяет пророческим дарм людей. Но пророческий дар открывается только человеку очень мудрому, сильному в своих душевных качествах, страсти, которые никогда не обладевают им, но он сам обладевает страстями по своему желанию постоянно. Я думаю, можно на секунду остановиться и пару слов сказать. Правда же? То есть Маймонин относит это знание о существовании пророчества к основам веры. Совершенно необходимо признанию частью еврейского мировоззрения, еврейской веры, еврейской традиции. Без этого как бы на самом деле действительно все рушится. Если мы не признаем, что пророчество от Всевышнего, то не можем верить ни во что. Непонятно, на чем тогда основывается наша вера. Во-первых. Во-вторых, уже далее Маймонин формулирует свое представление. Я не думаю, что это по собственному разумению он это делает. Формулирует, какими свойствами должен обладать пророк. Мудростью, сильными душевными качествами, кто-то не подвержен страстям, а наоборот ими владеет. Видимо, он, мне кажется, выучил из Танаха, из тех его частей, в которых встречаются пророки или в которых говорят пророки. Я не думаю, что, я не уверена, может где-то в Талмуде это скажут. Есть в Талмуде что-то такое. Возможно, он это взял из Талмуда. Я как-то в тот момент не подумала, надо посмотреть. Сейчас я взгляну, может быть. Если можете что-то добавить, я рада. Это же вот то, что сказано в Авот, да? Эйзу Гибор, тот, кто посилен, тот, кто поборол свое злое начало, кто мудро. Это само собой, правильно, конечно, что это позитивные качества. Эна Шхена Шура, я думаю, есть такое высказание в Талмуде. Там вот эти три качества должны быть – мудрый, богатый и сильный. Нет, вам задут вопрос сейчас сразу же, люди. Если мы открываем Танах, то мы видим пророков бедных и не очень умных. Видим ослицу даже, которая пророчествует. И слабые люди, и очень разные. А почему тогда Маймонид говорит только человеку мудрому? Ну, какой у вас будет ответ? Ты сам хочешь сказать что-то на эту тему? У меня ответ есть, а какой у вас ответ? У меня тоже. У меня какой ответ? У меня довольно простой, мне кажется, ответ. Я думаю, у тебя будет более, может быть, сложный. Дело в том, что мы говорим об определенном виде пророков. То есть какое-то частное пророчество вполне может быть и ослиц. И у нас встречается много случаев, когда говорят мудрецеон пророчество и сам этого не знал даже. Бывают люди говорят пророчество, но это встречается в нашей жизни тоже. Вдруг какой-то человек, он предвидит очень здорово будущее и может предсказать, и у него есть какой-то контакт с Богом. Но в данном случае идет речь о пророках, о должности пророка, скажем, о его назначении. Значение пророка – это увещевать народ. Говорить пророчества, которые нужны не только сегодня, куда пропали твои ослицы. Это пророк Шмуэль, это действительно великий пророк это делал, но не для того, в общем-то, используется пророчество. Для того, чтобы увещевать, направлять народ. Говорить пророчества, которые важны для будущих поколений. Такой человек – это не какие-то… Таким человеком не может быть ослиться, скажем так, и не может быть какой-то проходной тип. Ну, такой у меня ответ. А что ты скажешь? Мне кажется, нужно разделить этот ответ на два маленьких подответа. Смотрите, во-первых, Маймонид пишет всю свою Аллаху по поводу пророков спустя, извините меня, почти полторы тысячи лет после того, как последний пророк исчез. Вы понимаете разные условия? Когда мы живем в еврейском народе и существует полтора миллиона пророков, извините, это больше, чем частных нотариусов и зубных врачей вместе взятых. То есть, на каждой улице было два-три-четыре пророка. То есть, ну, как можно сказать, что они все умные, сильные, богатые? Ну, это разная реальность. Есть пророчества в народе? Нет пророчества в народе. И Маймонид пишет для пророчества, которое должно заново возникнуть. То есть, вот приходит пророк спустя две тысячи лет без пророков и говорит, здравствуйте, я пророк. И Маймонид говорит, и что мне с ним сделать? А это может быть не евреи, между прочим. И Маймонид говорит, а что я буду проверять? Как проверять? Всех душевнобольных проверки делать? То есть, Маймонид пишет совершенно про разное. Он не пишет про то пророчество, которое было, и пророков, которые были. Он пишет, что нам делать с этим пророчеством в наше время. Это первая идея, ее можно обсудить. Вторая идея, которую можно обсудить. Пророк для Маше и для Маше, он же тоже был Маше Маймонид. Он говорит, что высочайший уровень духовного развития человека – это пророческий дух. Это не только Маймонид говорит, это говорит Рамхаль. 10 ступенек, 10 – это Руаха Кодыш. Хочешь стать Руаха Кодыш, то есть, для Рамхаля, для Маймонида, для всех остальных, верхняя ступенька развития человека – пророческий дух. Поэтому Маймонид Маше пишет здесь такую интересную вещь. Если ты хочешь стать таким, как Маше Робейну, имеешь право, ты можешь этим стать. Причем ты еврей, причем ты не еврей. Это планка, к которой надо стремиться. И он говорит, хочешь – станешь, как Маше Робейну, не хочешь – не станешь. Все в твоих руках. Нет, ты тут преувеличиваешь, мне кажется. Не все в руках человека. Он может себя подготовить к этому уровню, но получить пророчество – это уже зависит от Всевышнего. Рамхаль так говорит, как ты говоришь сейчас. Рамхаль тоже десять, и он говорит, ни в коем случае ты не сможешь перепрыгнуть. Если Всевышний скажет, ты будешь… А Маймонид пишет, любой человек может достигнуть уровня Маше. Что это значит? Это значит… Вы понимаете? То есть, Маймонид, когда он говорит, что пророк только мудрый, только сильный, только богатый, с хорошими человеческими качествами, он убивает двух зайцев одним камешком. Первый заяц – это идеальный образ человека, и ты должен к нему стремиться. Каждый человек должен достичь этой планки. Каждый человек должен получить пророческий дар. Сможет, не сможет – можем спорить и так далее. Но человек теоретически может стать своими собственными усилиями. Это Маймонид, так он говорит. А второй камешек, который убивается, мы говорим о разном уровне. То есть, не о разном уровне, а о разном времени. То есть, мы живем без пророков, и оно возобновится рано или поздно. И нам надо что-то с этим делать. А если мы вернемся 2500 лет назад, когда пророков было, извините меня, налево, направо, везде, это совсем другая реальность. И вся Аллаха Маймонид, она не имеет отношения к тому времени. Это лично мое мнение. Это интересное мнение. Я не очень уверена. Потому что, если мы возьмем этот вопрос совершенно абстрактно, безотносительно от времени, все равно возникает вопрос, и это возникает вопрос при чтении Тары, при чтении Мешпати, в котором там формулируется, как опознать пророка. Там прямо в Таре написано, если его пророчество исполняется, это то, что потом берет Маймонид, тогда вы можете признать его пророком. Но уже там возникает вопрос. Бывает, что человек говорит, в 13 главе там написано, что если тебя соблазняет пророк всякими знаками и всякими делами служить другим богам, все равно ты ему не верит, он же пророк. То есть это как один из примеров, что может быть, что он всякие знаки делает, все хорошо, но на самом деле он же пророк, и дальше, в общем-то, далее, далее. Мы, если дойдем сегодня до этого, увидим, что Маймонид как бы, он понимает, что такая ситуация может возникнуть. Тем не менее, а что нам с этим делать? Действительно, это вопрос хороший. Но это для всех времен был вопрос. И вопрос истинности пророчества возникает во все времена. И во времена Ахава там возникает этот вопрос, и во времена Эрмиягу, когда он все время находится в диспуте, в борьбе с уже пророками. Нихама, во времена пророков не было необходимости вообще думать про эти чудеса и про проверки пророков. А как же? Потому что достаточно было очень просто. Пророк существующий говорит, здравствуйте, вот этот мой ученик, он является пророком, и это все его делало пророком. То есть прекрасно обходили. Хорошо, это все теории, но если ты возьмешь танах, ты увидишь, что там что-то. Это не очевидная вещь. Приходят пророки, и все говорят Ахаву, иди, иди, успеешь, вот так вот запотаешь этих самых арамейцев. А приходит Миха и говорит, я увидел народ Израиля рассеянный как овцы. И кому верить? И те пророки, и эти пророки. Там все не так очевидно, уже во времена Танаха не очевидно. А книга Эрмиягу почти вся, она посвящена борьбе с уже пророками. Ну да, в свое время как бы были пророки. Там, например, Ханания Бен-Азу. Он там тоже в книге Эрмиягу называется пророком. И когда он говорит свое пророчество, что там, так сказать, мы победим, вот так сломаем иго Бавилона. Эрмиягу говорит ему, аминь. То есть он его знает, это по-видимому. Можно, во всяком случае, так понять, что Ханания Бен-Азу как пророка. И он говорит такую вещь, которая противоречит тому, что говорит Эрмиягу. Он говорит, может быть, ситуация изменилась, я не знаю, что он говорит, аминь. Пока он не возвращается домой, они получают пророчество, что это неправда, что так не будет. Не так все просто, да. И, возможно, он был ему когда-то учеником, этот Ханания, он был пророком, а потом испортился. Такое тоже бывает. То есть, во всяком случае, некоторые комментарии так читали. То есть эта проблема, она, так сказать, стояла, мне кажется, во время Танаха тоже. И там много еще ситуаций, в которых она возникает. Но, вообще говоря, у нас там нет разногласий. Для Маймонида, безусловно, я согласна, важно, что нам делать в будущем, когда пророчество возобновится, и как мы должны с этим поступать. Потому что какой смысл? То, что было, уже было. Может быть, там были какие-то ошибки, может быть, что-то было правильное, что-то нет. Но общий принцип, как распознавать правду, у нас должны быть какие-то средства. Это раз. А с другой стороны, действительно, я согласна совершенно, что он рисует некоторую лестницу, рисует некоторый способ, как человеку достичь пророчества, и в идеале действительно возможно думать о том, что весь народ должен дойти до такого уровня, и как себя к нему вести. Но, на самом деле, вот эта идея, к примеру, что он должен быть богатым, тут, по-моему, как раз в этом случае не написано про богатство. Есть тут про богатство? В другом месте где-то написано про богатство. Может, материально независимым? Ну, материально независимым, богатым, это как раз имеет смысл… Тут, по-моему, нету, не написано. Но в другом месте он где-то пишет, насколько мне помнится, что он должен быть богатым. Ну ладно, оставим это. Богатство просто имеет смысл, чтобы он не зависел действительно от других людей, и чтобы ему доверяли люди, чтобы он не был среди униженных. Но это тоже все не так уж важно. Действительно, поскольку здесь об этом нет, не стоит обсуждать. Мы как бы остановились. Он также должен обладать очень широкими и предельно точными познаниями. В другом месте он пишет. Он пишет про богатство пророков Шмана Праким в книге. Да-да-да, я помню. Поскольку здесь это не написано. Он также должен обладать очень широкими и предельно точными познаниями. Человек, наполненным всеми этими качествами, с полностью здоровым телом, тогда он зайдет в фардес. То есть для Маймонид зайти в фардес – это дойти до этого уровня. Будет увлечен содержанием этих вещей, великих и удаленных от понимания простых людей. И будут у него правильные понятия, чтобы понять и постичь. И он постоянно освещает себя, отделяется от путей общества. Я думаю, дурные пути, не продуктивные с точки зрения святости и познания Всевышнего, идущего в потемках времени. Он постоянно стимулирует себя и приучается не думать о них темных вещах, таких как власть и мнимая слава, а также в суете времени его улов – погоня за мнимыми приобретениями. Напротив его разум всегда направлен наверх и призван под троном славы, чтобы поднять духовные формы святые и чистые, которые окружают трон славы. И разум его всматривается в мудрость святого благословенного во всей ее полноте, от самой высшей духовной формы до центра земли. В результате он узнает его величие и дух святости почеет на нем. В тот момент, когда почеет на нем дух святости – роха кодиш, если кто хочет. На иврите – это важное понятие. Смешивается душа его с уровнем ангелов, и становится он другим человеком, и понимает про себя, что он уже не такой, как был раньше, и возвысился на наступение других мудрецов человеческих, как сказано о Шауле. Если он зайдет на себя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и станешь иным человеком. Я как-то прочла это все, не останавливаясь, но если вы хотите что-то здесь разобрать или прокомментировать, я была бы рада. Ну вот есть вопрос. Нехама, Андрей, Дима, привет всем. Привет. В принципе, идея Маймонида, понятно, так сказать, в здоровом теле – здоровый дух, как бы что-то такое. Но нет ли здесь, не получается ли так, что мы ставим условия Всевышнему? Он может назначить пророком, кого захочет, хоть раба, у которого вообще нет никакой свободы. Ну, здесь вот то, что Дима сказал очень существенно. На самом деле, помимо прочего, Маймонида здесь дает тебе путь, каким ты должен следовать, чтобы, если ты хочешь достичь уровня пророчества, как бы для нее это важно говорить. А в конечном итоге, действительно, то будет, то будет. Это уже вопрос то, как общество, за кем оно должно следовать, должно слушать его, его вещевание, его направление, его уроки. Может быть, в определенных случаях человек не отвечает каким-то условиям этим, а Всевышний захочет делать пророку, может быть. Я не знаю. Как вы думаете, ребят? Ну, мне кажется, что со своей стороны человек должен делать то, что сказано здесь, быть мудрым, сильным, богатым, здоровым. А Всевышний даст или не даст. Но при этом он со своей стороны может сделать пророком любого. Это, в принципе, то же самое, что Дима говорил, мне кажется. Но с другой стороны, видимо, какая-то, мне кажется, соображение Маймонида, что для того, чтобы люди поверили и пошли за кем-то, он должен производить впечатление. Ничего тут не сделаешь. Он должен быть богатым, здоровым и так далее. Хотя это не всегда в истории было однозначно. Были люди не богатые, не здоровые, которые могли. Кто хочет узнать по поводу богатства пророка, я отсылаю к Абарбанелю. Абарбанель вот именно этот момент Маймонида критикует в пух и прах. И он говорит, я не вижу вообще никакого смысла говорить про физические материальные качества пророка, говорит Абарбанель. Дальше он приводит примеров миллион о том, что Мой Шарабейну был бедным, пока не стал пророком, и у него появился сапфир внутри его шатра и так далее, так далее, так далее. Он по Танаху проходится, находит всех бедных. Вот, это Абарбанель. Маймонит упрямо, видите, здесь он Маймонит, очень умный человек, он не написал про богатство именно в этой книге. Потому что если заниматься только, изучать Тору к суету времени, уловки, приобретения, не думать о ничем, короче, не думать ни о чем, то откуда у тебя деньги появятся? То есть богатство, характеристика, она не может в этом тексте появиться, она появляется в другом тексте. Я напомню, что этот текст он написал, 10 лет писал, когда ему, он был довольно взрослым человеком, 30-35 лет. А то, что Швана Пракимова написал про богатство, он написал в молодом возрасте. То есть это мы тоже должны учесть. Ну да, я просто сказала, что подумала, какие могут быть у Маймонита соображения к этому. А то, что кто-то с ним не согласен или Абарбанель с ним не согласен, ну вполне. Тут, во всяком случае, такие свойства. Я согласна с Димой и со всеми, что в основном, конечно, он хочет здесь нарисовать путь для человека в данной, во всяком случае, отрывке, а не дать нам рецепт, как распознавать пророк. А вот у меня вопрос, я читал, как-то, что в Израиле существовали целые школы пророческие. И ученики, многие из них в течение жизни могли не получить даже ни одного пророчества. Они знали, как это все происходит, что с человеком делается, как распознать, что на тебе именно дух пророчества почил в какое-то определенное время. Но, тем не менее, всю жизнь они не получали пророчества. Ну, да, возможно такое. Но это те времена, когда кто-то получал пророчество, а кто-то нет. Это были другие времена, когда оно вообще существовало. Если сегодня, пока еще нельзя говорить о том, что пророчество вылуднулось, а если кто-то что-то случайно сказал у нас, то это все-таки не подходит под определение пророчества. Ну, потом думается, что в Торе ведь нет заповеди, становитесь все пророками и так далее. И заповеди, отношения между людьми, отношения человека с Всевышним. А Всевышний сам уже выбирает, кого выбрать. Поэтому стремиться к этому, я думаю, нужно жить своей земной жизнью, выполнять заповеди. А как там уже Бог рассудит о тебе. То есть, к этому мне думается, что к этому стремиться не нужно. Вот этого хотеть. Это же ответственность. Это вопрос неоднозначный. Конечно, это ответственность и так далее, но это вопрос неоднозначный. Я очень хорошо вас понимаю, особенно в нашей реальности, когда пророчество, в общем, еще не существует. Но тогда, когда оно существовало, совершенно непонятно, что могло бы увидеть, например, если бы евреи поднялись на гору, тогда, когда им было сказано, когда будет звук шафаров, они поднимутся на гору. Во всяком случае, по некоторым комментариям, они должны были подняться и побоялись. И когда они не дослушали десять заповедей даже, и сказали, пускай Муше их слушает, а с нами говорит потом. Ну и в результате, конечно, передали Муше функцию пророка. А может быть, все могли бы быть пророками. То есть, это как-то не очевидно. Я не хочу сказать, что это сто процентов так, но возможно. И больше того, когда пророчествуют эти старцы в Таре, то Муше говорит, кто бы дал, что весь народ был пророками. Ильдат и Мейдат, да. Ильдат и Мейдат, да, встань, да. Слово у меня встань, они пророчествовали. А что, возмутился, как так? А Муше говорит, пускай весь народ был пророками. Можно воспринять это как идеал, чтобы весь народ был пророками. Здесь, Нихама, еще можно вспомнить, что Маймонит, в отличие от других мудрецов Торы, он говорит, что теоретически может стать любой нееврей пророком. Конечно же, Маймонитов все критикуют, особенно каббалисты, говорят, что ты такое говоришь, что не может этого быть. Кстати, рабу Шерке задают вопросы на уроках, задают. Вот скажите, Раф Шерке, приходит нееврей, говорит, я пророк, мы его проверяем. И, блин, он проходит все проверки. И на следующий день, говорит, весь еврейский народ должен скушать кусок сала свиного в 12 часов дня. Что делать, Раф Шерке? Объясните. Если человек нееврей, пророк, прошел все проверки и заставляет... Вы представляете, какой это сложный ответ был у Раф Шерке? Вот по поводу, кстати, исполнять требования такого пророка нееврейского или нет, уже споры есть среди мудрецов. Но споров очень мало, что Бен-Нох нееврей может стать пророком. Просто на заметку это всем интересно. А вот как вы понимаете, в Таилим, кто взойдет на гору Господню или кому дано войти на гору Господню, это о пророках? Это тоже как бы условие? Ну, это по-разному можно комментировать. Таилим же это все-таки поэзия, это более какой-то, мне кажется, это более общий принцип. То есть, речь идет об уровне человека. Там сказано, кто войдет на гору Господню и кто может устоять в месте его святости. Я правильно перевожу, да? Как там переводят? Ми алибе арашем, ми амот бомхом хо цех. И это, на самом деле, само по себе очень важный смысл несет, мораль. Вообще, говорят, человек еще и может иногда подняться на какой-то высокий уровень, неважно пророчество или душевный уровень. Но устоять на нем, это почти вообще невозможно. То есть, мне кажется, что это о многих вещах говорят, как и о пророчестве, так и о других каких-то достижениях духовных. Это может быть еще, знаете, если мы уже говорим о пророках и то, что Григорий сказал, пророчество, и в этом мало споров, маймонит об этом говорит, оно может существовать только на территории земли Израиля. И вот, может быть, этот посук Истейлим, он об этом и идет. Вот, кстати, вопрос, если я не еврей и если я пророк, то значит ли это, что мое пророчество только на территории земли Израиля, оно может возникнуть? Хороший вопрос, непонятно. Ну, вопрос хороший, но я не думаю, что есть у кого-то однозначно ответ на все это. В будущем расширится земля Израиля и так далее. Конечно. Она похожа на кожу оленя, как написал… Эреци, да. Земля оленя. Можно считать пророчество. Это касается законов, как поступать человеку или это касается, кроме того, человек приходит, а вот продать мне корову или не продать, например. И он ему отвечает, продавай, все получилось, получил деньги. То есть всех областей жизни касается. Назначение пророчества, в принципе, не в этом, не в том, чтобы давать совет по поводу более выгодного вложения денег, например. Назначение пророчества направляет человечеству по правильному пути, укорять его, когда оно делает что-то не так. И это голос Всевышнего через него, через пророку говорит, чтобы помочь евреям, чтобы помочь человечеству продвинуться. На самом деле, у больших пророков, я имею в виду Исаии, Иеремии и Истеля, я не уверена, у них у всех есть пророчества не только для Израиля, но и для других народов. Они не оставляют эту тему. Это очень само по себе интересно, что им важно не только Израиль, но и другие народы тоже. Действительно, люди иногда колят орехи террористской печати, как это делалось принцемейщее. Бывает. Ну вот пришли они узнать, куда пропали их ослицы. Шмуэль пришел со своим оруженосцем, помощником Шауле. Но на самом деле этот момент был важен с точки зрения того, что ему тут пророк сказал важную вещь, что отношение его будущего царства. То есть этот момент, так сказать, не случайно. Во всяком случае, из пророков ясно, что с приходом Мышаха каждый еврей не будет учить другого «познай Бога» и так далее. То есть закон будет вложен в сердце человека. Человек будет понимать в любом случае, как правильно поступить. Ну, я не знаю, на каком-то этапе так написано в пророках. И так будет. Я не думаю, что даже это сказано проявляем. Потому что сказано будет вся земля наполнится знанием Всевышнего. То есть не только земля Израиля, а вся земля сказано. Ладно, давайте пойдем дальше, если нет это возражение. Вторая ссылка на эту тему. Нет, это следующий пункт. Но это на ту же тему. Вершина пророчества откровения – дарование божественной тары с небес от Бога. То есть, как бы, да. Это самый ключевой момент. Если тара не дарована от Бога через пророчество, то тогда это подрывает основу веры в большой степени. Вот. И тут ссылка идет на комментарий Мамманида к Мишни Сангидрии. И я взяла, естественно, не все пункты, а те, которые относятся к пророчеству. Собственно, там изложены восемь принципов, которые в других местах называются восемь. Восемь. Тринадцать принципов, которые в других местах называются тринадцать основы веры. Основа называется? Да. Тринадцать основ веры. Основ веры. Еще есть какие-то? Ну, принципы. Англичане переводят как больше принципы. Русские почему-то любят говорить основы. Основы, да. Мне сейчас казалось, что есть какое-то еще другое слово. У меня русский… Ну, сейчас ничего, но вообще все равно не всегда удается слово правильно добавить. Значит, вот эти основы… Ну, тут они как бы… Я не помню. В общем, в случае переведены тут как принципы. Да. И они есть и в других переводах, и в других местах сформулированы тринадцать принципов. А здесь я, значит, перевела только… Не я перевела, я тоже скопировала из перевода, который был в интернете. Может быть, я не умею на большие изменения какие-то и ввела тут. То, что относится к пророчеству. Шестой принцип тут – пророчество. Человек обязан знать, что среди людей находятся такие, которые от природы обладают высоко возвышенными чертами характера и большим совершенством. Кстати, Дима, это не совсем то, что ты говорил, да? А тут он считал, что от природы человек должен все-таки обладать какими-то способностями соответствующих. Их души готовы к тому, чтобы получить правильную форму разума. Я думаю, надо на иврите читать. Что-то мне этот перевод уже сейчас вызывает подозрение. Ну, если ты дашь мне одну минутку, я могу сейчас на иврите открыть. Ну, вы понимаете, что это не маймонидовское то, что здесь написано? Находятся от природы высоко возвышенными. То есть я могу родиться умным от природы, моральным, а тогда, извините меня… Нет, нет, это дело мне не совсем… Извини, все-таки не совсем. Эмонидов пишет. Сейчас я посмотрю… Извини, вы можете обсуждить… То есть, что здесь получается, что не каждый, да, на это способен? А ты считаешь, что по маймониду каждый именно… Ну, на самом деле, ничего такого страшного нет, что… Ну, как объяснили, что бывает, маймонид в молодости думал что-то одно, а потом… Ну, пока не хама ищет. Вы вот прочитайте то, что здесь написано в шестом принципе, и сами подумайте, что имеет в виду маймонид. Если это так, как он здесь написал, и перевод очень правильный, то я, значит, выше своей головы прыгнуть не смогу. Я родился… Ну, мне почему-то плохо получается найти в базе данных, но я еще попробую в интернете найти… Ну… 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 Давайте пока не хама ищет… Посмотрите… Посмотрим… Среди людей… Обратите внимание, здесь речь идет не про евреев, и это, как маймониды всегда говорят, евреи и неевреи, все люди в мире… Есть среди нас такие, которые от природы… Не понимаю, что значит от природы… То есть, ты родился уже, и у тебя возвышенные черты характера. Как можно иметь возвышенные черты характера, например, не воровать, не лениться, любить других людей, быть благодарным… Я не понимаю, как можно с такими возвышенными чертами характера, например, благодарным, родиться… Ну, не понимаю, что здесь написано… И большим совершенством… Тем более, все наша жизнь – это исправление себя становиться совершенным… Дальше маймонид продолжает… И их души готовы к тому, чтобы получить правильную форму разума… Мы допускаем, что существует неправильная форма разума… И если у меня душа не готова к тому… Так она изначально от природы либо готова, либо не готова… Здесь маймонид противоречит сам себе… То есть, тогда надо написать… Мы должны души приготовить… Или мы должны родиться с такими душами… И тогда, имея сосуд, имея душу, мы получаем форму разума… То есть, разум у нас как бы может попасть в эту душу… Вот я вам только прочитал первое предложение… Вопросов больше, чем нам… Согласитесь… Но мне кажется, что здесь ключевая следующая фраза… Так можно объяснить явление пророчества… То есть, может быть, он просто пытается объяснить, откуда вообще это явление взялось… У меня не получается это найти… Хороший ответ, мне нравится… Это… Что значит 10… Один… Там в Санюблине нет… Нет… Десяти глаз… Мишно… Там просто нет в этом Санюблине нет… Нет… Есть… Алиф… Алиф… А, я тут уже была… Вот она шла… Ага… Сейчас… Сейчас только найдем про это самое… Плюс, когда мы говорим про пророчество, мы тоже должны понимать, что оно многоуровневое… То есть, существует… Это правда… Да… Существует Хазон… Существует Батколь… Есть самый низший уровень пророчества… Называется Руаха Кодыш… То, что мы называем Дух Святости… Святой Дух… И уже дальше спорят мудрецы… Можно ли Руаха Кодыш называть пророчеством… Кто-то говорит «можно», а кто-то говорит «нет»… Но, в любом случае, Руаха Кодыш – самый низший уровень пророчества… Или не пророчества, а полупророчества… Он существует и в наше время… Вот… И о каком тогда пророчестве Маймонид говорит здесь? О том основном, самом главном… Так, секундочку… Давайте сделаем это самое… И будем вместе читать… Хорошо? Давайте… Вот он… Иесода шиши… Основа… Принцип… Шестой принцип… Вегу шеяда адам… Шезэммин га адам… Им отца… Багэм… Балэй… Тив им… Мэммидот… Мэммэлот… 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 Бэшлемут гдолак… Балэй тив им… Это человек по природе своей… Имеющий… Высокие духовные качества… Да? Унышотэ гэм… Нухонот… Ад шэгэм мэкабллот… Цуватэйс асэхэль… И их души… Уже… Готовы к тому, чтобы принять… Определенную форму разума… И дабыть… Цэхэль апуэль… Цэхэль апуэль… Цэхэль апуэль… Сэхэль… Цэхэль… Цэхэль… И оттуда он, от этих вот форм разума высших, не знаю, что такое, абстракция, он получает пророчество. Ну и все это объяснять подробнее, это очень долго. Это общие правила мудрости, но я только это описываю. В общем, более-менее то, что и было. Вы знаете, вот у меня все время ощущение, что все-таки именно врач, средневековый врач пытается найти объяснение явлению пророчества. То есть вот очень сильно влияние вот его профессии. Да, очень похоже на правду. Интересный вопрос. Ну, видимо, смотри, Дим, то, что Мамонет противоречит сам себе в разных местах, во-первых, это не проблема, потому что в разные времена написано, как ты раньше упоминал. Во-вторых, он, видимо, говорит о разных местах. Ну, он говорит… Может быть, можно это прочесть так. Вообще говоря, в природе человека это может быть, в природе каждого. Если, может быть, мы все-таки как бы тут перевели немного упрощенно или как-то, так сказать, тенденциозно. Потому что то, что написано найдутся людей, у которых по своей природе, у которых есть в природе. Может быть, у всех есть в природе, но они смогут это реализовать. То есть теоретически, конечно, когда очень хочется что-то гармонизировать, то можно гармонизировать. И сказать, что Мамонет один не так уж противоречит другому. Я не удивлюсь, если в Марене Бухим на эту тему он написал совсем-совсем другое. То есть у нас, смотрите, три книги, три разные периода жизни Мамонида. Ну, Рафшерки обычно… А как объясняют такие противоречия? Рафшерки говорит, просто здесь написано для одной цели, а там написано для другой цели. И тогда действительно какие вопросы? Там писалась Аллаха, там писалась Мишнай Тара для человека, который живет спустя 2000 лет после смерти последнего пророка. И мы забыли, что такое пророчество, и мы не знаем, и нам надо проверять, и надо узнавать. И все-все, что с этим связано. А здесь принципиальная вещь написана, что здесь мы никого, ничего и не проверяем. Нет, так тоже мы не проверяем. Мы же с тобой договорились, что основная идея – это дать человеку путь, показать, как он может прийти, каждый может прийти к совершенству. А тут он не дает никаких путей, никаких проверок тоже. Он говорит, вы должны просто знать, что такое есть, что такое существовало и будет существовать, может быть. И вот это вот такое явление. Он его описывает как явление. Согласен? Вот здесь маймонит – каббалист. Вот самый настоящий каббалист маймонит. Это, видимо, первые книги, когда он был каббалистом, а потом он перестал им быть. Нет, это не каббалист. Это, так сказать, друг, это философия. Вот что такое эти активные разуми? Это некоторая абстракция. Он не ограничивается ею, он не забирается в какие-то структуры, как они работают, эти самые сфероты, как передается влияние из разных миров и так далее. Он говорит, есть некоторая структура, которую он называет активный разум, от которой человек получает это влияние. Ну, тут сразу такая наводит на это самое. Не совсем понятно, что получить правильную форму разума. Ну, разум для чего человеку, да? Чтобы размышлять, чтобы принимать какие-то решения определенные. Допустим, у меня возвышенные черты характера. Я обладаю большим совершенством. Но чтобы воплотить это все в мою жизнь, мне нужно думать о том, как поступить правильно, как реализовать эти черты характера. То есть разум тут не идет в конце. Черты характера не могут быть любыми, но превалирует разум. Человек должен думать, нести ответственность за свои поступки и, соответственно, поступать. То есть человек может обладать этими всеми возвышенными чертами, но поступает он по-свински, допустим. Да, конечно. Разум тут имеет первостепенное значение, как и все, по-моему, они, да, в этом, по-моему, у меня ни у кого нет. Если, так сказать, логика у тебя истремленная, несмотря на все твои возвышенные черты характера, ты можешь оправдывать совершенно страшные вещи и делать совершенно аморальные поступки. Главное, что у тебя такой изворотливый разум, что ты себе все разрешаешь и все оправдываешь. Впрочем, почти все люди поступают, но, как сказать, что поделать, такого наша природа человеческая. Тем не менее, для пророка это невозможно. Он должен действительно быть предельно честным и разумом контролирует, честно контролирует свои страсти, как в предыдущем источнике. Еще я вспомнил, по-моему, книга называется «Сефер и Карим» Рава Йосифа Альба. Альба, да. Да, и где он, собственно, критикует все принципы. Извините меня, но это уже мы как бы переходим на продвинутый уровень. Так вот, по памяти, я не готовился, по памяти на шестой принцип больше всего у Рава Йосифа Альба критики. То есть он не согласен с маймонидом, то, что здесь написано. Это я так на секундочку, для любителей, кто хочет, можно открыть Рава Йосифа Альба, почитать. Вот именно этот текст имеется в виду, да, из вот этого комментария? Да, 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 да. Там он берет принцип и говорит, здесь я не могу спорить. Берем второй принцип, он говорит, здесь у меня вопрос. Берем третий принцип, ну, здесь вообще, говорит, ужас просто, что я не согласен. Ну, и в итоге, вы помните, они, 13 принципов маймонида, сначала Йосиф Альба превратил в 6, потом Крескас превратил в 3, а потом пришел Аризаль позже всех и сказал, уважаемые, есть только один принцип, это верить, что есть Всевышний. Ну, это уже Аризаль, и кто с ним спорит? Нет, подожди, а я слышал, что свели все к тезису, что Тора с небес. Ну, я не помню точно, что сказал Аризаль, но он сказал, все помещаются 13 принципов внутри одного принципа. Ну, вот мы как раз там и находимся, что Тора с небес. Но для маймонида, я не знаю, в каком месте, я не помню, Рав Йосиф Альба критикует этот принцип, совершенно не помню. Но мне кажется, что основная идея, которая здесь есть, ее очень трудно мотивировать. Есть пророки, на самом деле, то, что он хочет сказать. Есть такие люди, которые в определенных условиях способны на получение этого божественного откровения. А техника, на самом деле, как ее представляет нам, может быть, кто-то с ней не согласится. Тут еще ключевое слово «есть», а не «были». Вот если вы мне сейчас покажете хоть одного пророка, я очень буду рад. Вы понимаете, что здесь… Вот, ну, в принципе, это непонятно, что здесь написано. «Имаце» найдется, на самом деле, не есть, там не сказано есть. Но я взяла перевод там, где он был. Я не… кое-что я подправляла, но не все. «Имаце» найдется между ним, между людьми. А тогда что это за принцип такой «найдется»? Найдется – это значит или находится, или найдется, или находился. На самом деле, тут трудно сказать. «Вы можете найти, или сможем найти, или что вообще такое явление существует в пророчестве». Существовал или будет существовать. Я думаю, что это вот то, что имеется в виду. Это он не утверждает, что сегодня обязательно найдется. Нихама, смотри, допустим… Ты придираешься. Нет, нет, я не придираюсь. И это важная вещь. Важная, конечно. Но сегодня мы знаем, что пророчество нет. 13 принципов иудаизма. И если я хотя бы один из них не верю, то автоматически я превращаюсь. Это по моему монету. Ты же сам сказал, что с ним другие не согласны. А здесь вещь такая написана, условная, что найдется. Ну, например, если найдется динозавр, то тогда… Они либо есть, либо их нет. А что значит найдется? Есть возможность, что пророки были, чтобы это обязаны мы верить, что они такие были, и это явление существовало. На самом деле, это то, что Маймонит хочет сказать. Но на самом деле, конечно, ты можешь и возразить, предложить какое-то понимание более продвинутое. Нет, а может быть, Маймонит здесь и хочет сказать, что мы должны верить, что и в нашем поколении потенциально есть такие люди, которые способны достичь. Вообще, каждый должен стремиться исправлять свои свойства. Это мы в другом месте. Но ты можешь сказать, что наше поколение такое падшее, нам до пророчества далеко. И поэтому как раз он говорит, что ты должен верить, что в любом поколении рождаются люди с потенциалом от природы стать пророками. И так далее, получается, веришь в пророчество. Интересно, может быть. Ну, давайте пройдем дальше немножко. Седьмой принцип. Пророчество Муше нашего учителя Мирлина. Мы верим, что он был отцом всех пророков, которые были до него и которые возникли после него. Но, Дима, я не знаю, как может быть отцом пророков, которые были до него, но это факт. Ниже его по уровню, и что он, которые были до него и которые возникли после него, ниже его по уровню. Не знаю, чего относится отцом всех пророков к этому или к этому. В одном месте в Талмуде его называют отцом пророков, а в большинстве мест его называют адон, то есть господин всех пророков. Почему здесь отец, а не господин? Я посмотрю, что у нас в источнике. Отцом всех пророков, так и сказано здесь. Ты был прав. Нет, то есть они правы на переводе. Как же сказано, он еще появился во время потопа, да, откуда Мошеф Тори. Еще там есть намек во время потопа. Может быть из этих, в этом смысле, что отцом всех пророков. Я просто думаю, по пункту ации, которые здесь, во всяком случае, расставлены, я не знаю, насколько можно на нее опираться. Тут имеется в виду, что действительно он был отцом всех, кто был до него и который был после него. Может быть, как бы имеется в виду, что оно настолько базовое, его пророчество, что и те пророки, которые были до него, они все же черпали из этого источника. И что он избран из своего человечества. И он усвоил больше его знания, в смысле, всего, чем любой человек, который жил, и больше, чем любой человек, который будет жить. И он достиг возвышения над человечеством до уровня ангелов. И не осталось преграды, которую он не разрушил, да и не прошел. Никакое физическое препятствие не препятствовало. И не было у него никакого ущерба, небольшого, не мало. И исчезли у него иллюзии, ощущения, представления, отделились от него в возбуждении страсти, и он стал чистым интеллектом. И по этому поводу о нем сказано, что он говорил с Богом, да будет он благословен, без посредника, без ангелов. Я хотел разъяснить эту поразительную вещь и открыть сокрытые в стихах вторые и объяснить значение уста в уста. То есть он хотел как бы более подробно это объяснить. А также весь стих его смыслов. Однако я увидел, что эти вопросы потребуют очень многих доказательств. И что нам нужно было бы много положений, предисловий, притчи. Нужно было бы сначала прояснить суд ангелов и различия их уровня от Творца Бога, да будет он благословен, и прояснить природу души и всех ее сил. И круг стал бы настолько широк, что нужно было бы говорить о формах, соответствующих Творцу и Ангелу, о которых говорили пророки. И чтобы полностью разъяснить эти вопросы, не хватило бы из ста страниц даже в самом коротком виде. И поэтому я ставлю эти вопросы, может быть, опишу их в книге проповеди, которые я собралась написать, или в книгах про отчество, которым я занимаюсь, или в книгах, которые я напишу, чтобы прояснить эти принципы. То есть это длинное объяснение, почему он не может объяснить более подробно смысл вот этого контакта, того, что он говорит, что он стал чистым интеллектом. Никаких преград между Всевышним, знанием Всевышнего, во всяком случае, знанием Муше, не было. Это то, о чем говорит тут Маймонин. Конкретно, дальше он долго оправдывается, почему он не может объяснить нам, как это работает в реальности. Куда же нам объяснять? Да, да, Дриша, извините, я... Не, не, с каких это пор на «вы». Ой, только не случайно. Я просто подумал, вот это выражение «чистый интеллект», здесь имеется в виду вот то же самое значение, которое мы вкладываем в слово «интеллект», потому что как-то это не очень, даже не очень хорошо звучит. Вы там в оригинале слово «сехель»? Да. 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 А «чистый какой? цехель бельва», «только разум», можно считать. То есть он весь стал разум, да? То есть даже тело его преобразилось или как? И отделились от него возбуждение и страсть. Да, что это какой-то комбалистический текст, действительно. Ну, не так кажется. Есть такое у людей, допустим, ну называется чувство знания, это из, не знаю как это назвать, то есть человек вот посмотрел на другого, он понимает, а в нем все, о чем он думает и так далее, то есть чувствует один человек другого, то есть на что он способен и так далее. Есть у людей такой проявляется, с этим тоже сталкивался, ну поскольку я был в православной среде, есть там прозорливые старцы, приходишь к нему, он о тебе рассказывает все абсолютно, он о тебе не знает, не гуглил тебя, а он тебе просто всю жизнь твою рассказывает. Ну, на самом деле так получается. То есть он где-то на каком-то уровне знания находится такого, к этому ментальному слою, что ли он так прикрепился, он знает о человеке все, и как там поступить дальше, как что он дает ему совет. Такое было, я с этим сталкивался. Вот, но Маша несомненно, конечно, он на более высоком уровне, поскольку с Богом он общался лицом к лицу, и для него вот эти все чувства знания, то, о чем я говорил, это там у него где-то под ногами находилось все. То есть, ну, чистый интеллект, не знаю, это связь с Богом постоянно. Видимо, может быть, вот это имеется в виду. Ну, опять же, дальше мы как раз нам подробно объясним, что он не может, почему он не может объяснить это подробно, что такое уровень ангелов, и что значит, что он все преграды преодолел, и что означает, что остался только разум. Разум в том смысле, что, как бы, он говорит о том, что он отделился от всех страстей, да, то есть, кроме разума в нем не было уже никаких других сил душевных, скажем так. Да, в Торе же там прямо ясно сказано, что Моше был самый смиренный человек, то есть, написано в Торе же, смиреннейший из всех людей. Смиренный, может быть, это так надо сказать. В Торе есть, да, эти слова смиренный. Да, да, это правда, она. Это, наверное, в смысле прозрачный, да, что разум, что смирение, то есть, прозрачный, да, у него нет ничего своего, и он передает то, что получает от Всевышнего, как оно есть. Ну, видимо, да. Да, но при этом, как бы, необходимо, чтобы его разум, он был отточенным инструментом, чтобы правильно понимать, что ему Бог говорит, и адекватно передавать, потому что слово Бога, это не то, что, не надо, так сказать, передать. Но, а до уровня ангелов, видимо, ведь ангелы и существа такие подчиненные, что Бог сказал, он пошел, то и сделал. То есть, он... Именно вот это... Сказали тебе, пошел, сделал, все. В этом смысле возможно, да. Потом еще хотел сказать 13 принципов маймонида тоже, мне они странно показались. Я помню свой уход из православия, когда я там на кружке Ивангельским заявил, что я не верю, я просто знаю, что Бог есть, и так далее. Ну, начал изучать все эти законы, и так далее, Тору читать внимательно. То есть, мне вот это, как сказать, оно больше похоже, все его 13 принципов, на символ веры христианский. Верую то-то-то-то. Это же все основано на знаниях. Я знаю, что была встреча у Бога с евреями, у горы Синай. Это передалось поколение в поколение. Раввины могут некоторые просветить с почкой своих учителей вплоть до Мошар-Рабейну. Есть свитки родословия, по которым человек знает, что он принадлежит колену к священническому роду. То есть, это все есть, это все передается. Это зачем верить? Это знание просто, настоящее знание. Ну, на самом деле, Маймонид, он говорит нам из того знания, которое есть у него. И поэтому вы можете, он нам это говорит, вы можете принять это знание или не принять, поверить ему или не поверить. Ну, тут мы немножко куда-то, мне кажется, вошли в сторону. Можно я напоследок скажу? Смотрите, как интересно. Маймонид один Маше и второй Маше, это Маше Рабейну. Насколько они похожи характерами, да? Вот наша недельная глава, Маше, когда принесли женщины свои медные зеркала, Маше Рабейну сказал, сейчас достану палку и поломаю вам ноги. Быстро взяли зеркала и валите обратно. Это Маше сказал, он честный, он говорит, вы с ними, извините меня, губы красили, а сейчас вы принесли святое место. Плюс-минус подобным образом и наш Маймонид тоже пишет, когда кто-то что-то где-то не так скажет. Или другой Маше Рабейну, когда вода, помните, начали просить воды, вода, нет воды, к сожалению, ему пришлось ударить палкой по скале. Он что сказал? Он обозвал народ, сказал, мориматы, вы нехорошие вы, мягко говоря. Поэтому ругает Саровкук его, но нельзя было народ таким образом обзывать такими словами. Он святой народ, зачем ты его ругаешь? А теперь мы, когда читаем с вами Мишнетера, Маймонид сплошь и рядом. Те, говорит, дураки, которые так думают, а эти вообще плохие, потому что они не соблюдают. То есть он не скупится на жесткое словечко. То есть Маймонид, один Маше, научился у второго Маше, у Маше Рабейну, как себя вести в экстремальных ситуациях, нет? Но это явно не похоже на чистый интеллект, потому что тот, кто стал чистым интеллектом, не будет ни на кого ругаться. Да, но это как бы сложность, конечно, я тоже об этом думала. Но не нужно фактом мешать, фактом не мешает нам поверить тому, о чем говорит Маймонид. Но как это согласовать? Согласовать всегда можно. В данном случае, я думаю, что мы не обязаны это согласовать, понимать, как объяснять это, как думать, как бы Маймонид объяснял определенные места в Таре. Я думаю, что он знал, как объяснить. Для него важно донести нам некоторую идею такую общую. О том, что действительно Маше был, ну, как в Талмуде сказано, отцом всех пророков. И в чем это выражалось, на самом деле, что его источник, это всюду и всегда подчеркивается, он, все пророки, это было, не было прозрачное, как у Моисея. Что он видел это непосредственно и точно божественное слово, божественную волю и передавал его адекватно. И это совершенно непростая вещь. Другие пророки, на самом деле, мы им тоже верим, и они тоже говорят правду. Тем не менее, в нем замечено что-то личное, всегда что-то личное. Я не помню, говорил об этом или нет, но это часто можно увидеть, когда два пророка одно и то же пророчество произносят. И мы видим, насколько там, тем не менее, замешано что-то личное, личное переживание человека, которое он не может от него оторваться. Одно дело, когда тоже пророчество говорит Исаия, который сидел в Иерусалиме, избежавшим завоевания. И другое дело, народ Михаил, который был покоренный иудеей, тот же самый пророчество он говорит, но он не может простить этим завоевателям. Для него, прежде всего, пока придет эти величайшие времена мира и согласия, когда они поднимут народ на народ меч и так далее. Перед этим все-таки эти злодеи получат свое. О чем у Исаияла, этого нет. Ну вот в смысле интеллекта. Моше передавал то, что ему Всевышний говорил. А насчет того, что его каких-то эмоциональных всплесков, например, сошел с горы, увидел золотой текст, что они там устроили, разбил в сердцах эти скрижали. Ну это вы так себе представляете. Нормально, человеческие, человеческие вполне какие-то проявления. Это можно так комментировать, а есть другие комментарии. Дима тебе сейчас десяток комментариев приведет, который объясняет это другими какими-то вещами. Например, тем, что они стали неблагодавно тяжелые, он не смог их удержать в руках. И это соответствует слову, которое там сказано, что он их выпустил из рук. Они шмякнули их. Там другая буква была, не хэт, а каф-хаф. То есть он их действительно просто отбросил от себя. Или выпустил. Но есть комментарии, что они потяжелели, что он не со злостью их разбил, а просто из-за этого греха так произошло. Поэтому все можно объяснить. Иногда это вторая многозначная. Мы видим специально она так устроена, что мы можем нарисовать разные картины. Но в рамках той модели, которая устроена манит, действительно, Муше нечто совершенно идеальное такое. Неподвижен страстям. Можно вопрос напоследок? Да, да, да. Ну смотри, называют Машера Бейну очень многие мудрецы. Машпех, лейка Всевышнего. То есть, условно говоря, он сосуд, который получал пророчество. Он был бутылкой, которая в одну наливалась, в другую выливалась. О каком интеллекте мы говорим у лейки? Да, вот я как раз пыталась это объяснить, может быть, не очень удачно. Арон, который основатель нас устной торы, говорят мудрецы, он минорой занимался, он спорил с Машера Бейну, он делал логические выводы, и он, собственно, за ним стоит вся устная тора. И я понимаю, там нужно мозги иметь, там нужно думать, нужно вспоминать, согласовывать, сравнивать интеллект. А Машера Бейну получил – передал, получил – передал. Я не думаю, что это прямо так. Для того, чтобы просто услышать то, что сказано, уже нужен интеллект. Это, допустим, кто-то там выслушал лекцию, нашу или чудо-другую, и потом пришел и передал. Если у него нет интеллекта, мы потом услышим что-то совершенно другое. Это вроде как перевод, да, не знаю, это фейк или не фейк, но когда-то где-то я видел перевод таки «Могучий славен Кучубей», знаешь, его поля необозримы, Пушкина, что этот двойной перевод, он звучит совершенно не так. Был Кучубей, богатый гор, его поля обширны были и так далее. Очень много гонских мор, его потребностям служили. Не помню. То есть получается совсем-совсем что-то не то. Это как двойной перевод. Человек должен переводить стопроцентно адекватно. То есть мы сегодня тоже не можем с одного языка на другой перевести адекватно. В языке миллион разных смыслов возникают сразу, которые рисуют разную картину в брите, например. А когда перевод этот сужает до какого-то одного языка, могут возникнуть новые смыслы. Это не простой механизм перевода, это то, что я думаю. А ты можешь как сказать… Есть два человека. Есть один дурачок, а есть нобелевский лауреат. И я говорю одному, пожалуйста, вот возьми у меня два рубля и пойди купи мне хлеб вот в том киоске. Нобелевский лауреат начнет мне задавать кучу вопросов. А какой хлеб? А зачем? А хватит? А почему в этом киоске? И, ну, вы знаете, полчаса. Он же умный интеллект. А дурак, он не будет мне задавать вопросы. Он возьмет деньги, пойдет, купит хлеб и принесет мне. Я твою идею поняла. Интеллект, он иногда противопоказан, разве нет? Нет, я не согласна. Знаешь, анекдот про программиста, да? Он, жена его посылает в магазин и говорит, если я правильно помню его. Сходи в магазин за колбасой и узнай, если есть яйца, возьми десяток. Результат возвращается к программисту домой с детьми потонами колбасы. Потому что он действует так, как машина, да? Как вы сказали, если есть яйца, возьми десяток. Чего десяток? Колбасы. Поэтому, в общем, нужен какой-то интеллект минимальный, а не действовать как машина. Не минимальный, а максимальный в данном случае. Я думаю, что, чтобы понять божественное слово и адекватно его донести. Это мое, так сказать, понимание того, что здесь говорит мой монет. Я думаю, упрощенный довольно, потому что он сам говорит, что это все очень-очень сложно, а не просто. Но, поскольку он здесь подробно не разъяснил, я думаю, нам надо этим удовлетвориться. Как говорится. Но анекдот отличный. Да. Наверное, нужно заканчивать, я так понимаю. Уже все устраивают? Да, наверное. Андрей, может быть, что-нибудь нам подытожить как-то? Ну, не знаю, по-моему, замечательно все обсудили. Да, и интеллект, и мышей, и маймонида. Ну, у нас еще остался впереди... Можно вопрос задать? А, Федор? Дело в том, что вот я эту тему поднимал в чате. И пока, в том числе и ты, Андрей, обещал найти ответ, и пока ответа нету. Все-таки вопрос был такой, я напомню, что... Ну, мы все знаем, что принимать геров для евреев – это заповедь Торы. А учить неевреев соблюдать эти семь заповедей – это... Откуда это берется, что неевреи вообще этим занимаются? Ну, и Монеда, мы это видели, по-моему. Ну, вот да, да. Да, да, вопрос, откуда Маймонид берет. Да, вопрос, откуда Маймонид это взял. Вот интересно. Вот это то, что Лаков, Коля Улам, склонить всех приходящих в мир... Да, да, я поняла. Откуда берет Маймонид, вообще говоря, это не только в этом месте вопрос, а во многих местах, не во всех. В некоторых очевидно, откуда он берет свои законы, а в некоторых местах комментаторы Маймониды сомневаются, откуда он что взял. Поэтому вообще вопрос очень непростой. И если найдется что-то, то мы это стараемся ответить, но... Дима, кажется, как раз на эту тему готовит доклад, да? Да, я готовлю и уже процентов 30 приготовил для в качестве заманки или приманки, заманухи так называемой. Ну давай в следующий раз начнем с этого. Нет, я только готовлю, еще недельки 2-3. Задача такая, мне нужно ответить на вопрос, есть ли Нешама у неевреев? Нет, ну вопрос не про это был. А откуда у евреев есть обязанность всех научить законы в Нейно? Но это вопрос, насколько я поняла, да, Федор? Да, да, да. А про душевы отдельная совершенно ситуация. Хотя, может, они связаны, я не знаю, но все-таки обязанность научить... Есть там второе сказание? Вот вы видите хорошо, и все народы видят, как он умный и правильный народ, но это не совсем просто. А вот такой вопрос, если, допустим, еврей, сведущий в еврейской традиции, если он, допустим, скажет, а где, откуда это вообще идет, что неевреев надо учить Тори, и я ему сошлюсь на маймонида, этого будет достаточно? Да. Я не знаю, не знаю, достаточно ли конкретного еврея, знаете. У меня неоднократно бывало так, что я цитировала Талмуд, меня в Кремлеве, или Медраж, а мне говорили, ну, это поддельный Медраж. Есть люди, которые не готовы принимать доказательства. Нет, ну, с Талмудом спорить, насколько я понимаю, нельзя. Ну, с Медражами, да, Василий Иванович, не про Талмуда, мне говорят, а про Медража. Ну, тоже поддельный Медраж, из Медраж Раба, он не поддельный, древний Медраж, это не то, что какой-то, так сказать, придуманный. Но дело в том, что все зависит от человека. Конечно, мнением Медража, поскольку на эту тему, в общем, у нас нет, Шелхан Арух и Кеннис занимаются, то единственный кодекс, авторитет, в данном случае, должен быть в Мерманин. Но он же это откуда-то взял, либо из письменной Торы, либо из Талмуда. Да, откуда-то он это взял. Иногда это бывает, иногда бывают у него собственные соображения тоже. Поэтому, если мы точно не знаем, откуда взял, то... В Торе же есть-то все там, из пришелец придет, а как он будет в стране Израиля жить, допустим? Ну, это вот соображение, вы говорите, это разумно, Юрий, но это нигде не сформулировано прямым текстом. То есть, если вы в Талмуде где-то, или если в Талмуде, я просто не могу сейчас поусказать. Вот из этих слов Торы вытекает, что мы должны научить неевреев соблюдать им заповедей, то это, да, Богу, очень убедительно догадаться, откуда Мерманин это взял. Есть похожие вещи, но вот прям так вот нигде помогут. Я сейчас не могу вспомнить, что где-то это написано, надо посмотреть. Мне Дима прислал интересную книжку «Каркар Кольбный шек», да, и там как раз несколько хаббадных раввинов задаются этим вопросом. Ну, для половины достаточно авторитета Маймонида. Маймонид сказал все. Да, половина ссылается на Рэбе Любовичевского, который говорит, что раньше евреи жили в местечках гетто, и там не было деструктивного влияния неевреев. Сейчас евреи живут как бы свободно по всему миру. Ну, в 20 веке имеется в виду. Вот, и получается, что неевреи могут негативно на них повлиять. И поэтому мы обязаны их научить всеми законам в Нейноха. Ну, не знаю, насколько это убедительно. Ну, в общем, да. Но понятно, что если там с Геравиной искали ответ на вопросы, с такой легкостью не нашли, то тогда и нам, может быть, не так легко. Федор, принципиальные были споры с разными религиозными евреями. Я им показываю Талмуд, они мне сказали, ты не прав, там была цензура. Ну, 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 я пришел на следующий день уже с Маймонидом. Я говорю, так, забыли про Талмуд, давайте, смотрите, видите Маймонид? Да, это перевод. Я говорю, вот вам, пожалуйста, оригинал. Оригинал, это он писал еминцам, а это там еминцы потеряли. И, короче говоря, извини, пожалуйста, Дима, не годится Маймонид. Я говорю, что для вас будет авторитет? Они говорят, для авторитета у нас будет хаббат. Хорошо, я нашел фразу альтер-ребе, принес, оригинал. Они сказали, не, 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 это не может такого быть, потому что любайский ребе сказал это. То есть, если человек тебя не слышит, Федор, то ты не докажешь ни Маймонидом, ни Любавичким ребе, и даже Рава Муришином. Я вам так скажу. Ну, может, для некоторых людей, может быть, это важно знать, где это, в письменной торе, откуда это выводится, или из устной торе, откуда это выводится. В письменной торе, я вам скажу, точно есть все это, потому что я выписал для себя специально, нашел, я сейчас не буду там искать, ковыряться, все семь заповедей Бнэйнуаха есть там в этой торе. Конечно, об этом. В письменной торе есть. Потом, а как вы будете... Указание, что евреи должны учить неевреев. Ну, давайте, мы так поняли, что на этот вопрос окончательно еще у нас ответа нет. И поскольку у нас уже через несколько минут начинается другой урок, я просто прошу, давайте на этом сейчас закончим. Очень было интересно, и мы продолжим обязательно этот разговор в следующий раз, я надеюсь. Всем спасибо. Потому что он непростой. И вот мы вообще не окончили совершенно это принципы веры Рамбама. И в следующий раз начнем с отличия пророчества Маше от других пророков. Тоже важно. Оставайтесь с нами. Спасибо всем участникам. Большое спасибо. 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 Спасибо, Денис.